На вопрос, что такое управленческий консалтинг, я отвечу двумя способами. Первый анекдот, ну а второй же поддел. Так, анекдот. Пасет мужик-овец. Сверху неожиданно спускается, большущий вертолет, из него прыгивает человек в костюме, брионе, весь такой себя крутой, и говорит, пастух, я помогу тебе. Достает ноутбук, начинает строить какие-то сложные модели, получает спутниковые снимки, звонит разнообразным экспертам по всему миру. И к концу дня производит такой красивый отчет, презентацию, которая сразу печатает, отдает пастуху и говорит, пастух, у тебя в стаде 121 овца, а оптимальное количество 120. Следовательно, одну овцу я забираю, и бизнес твой пойдет как по маслу. На что пастух отвечает, слушай, ты, наверное, из управленческого консалтинга. Да, откуда ты знаешь, говорит человек в костюме, брионе. Ну, во-первых, ты дал ответ на вопрос, который тебя не спрашивали. Во-вторых, ты дал рекомендацию, которой я не собираюсь следовать. А в-третьих, верни собаку на место. Самое забавное в этом анекдоте то, что его чаще всего рассказывают люди, которые сами когда-то хотели попасть в консалтинг, но не попали. Поэтому теперь изложу версию человека, который там работал и знает. Управленческий консалтинг или стратегический консалтинг – это интеллектуальная поддержка топ-менеджмента корпораций в принятии бизнес-решений и притворении этих решений в жизнь. Консультанты – суть советники. Как консильерия в мафии, если хотите, или, как говорил мой бывший коллега, бизнес-спецназ, готовый решить любую проблему. Окей, так над чем конкретно работает бизнес-спецназ? Вот несколько примеров из того, с чем мне приходилось сталкиваться самому. Пример один. Инвестиционный фонд хочет оценить компанию и спрашивает у консультантов, будет ли расти рынок этой компании. Консультанты обзванивают внутренних и внешних экспертов, делают исследования рынка, строят модели рынка и рассказывают фонду о возможных сценариях на основе всех проанализированных данных. Таких проектов я сделал порядка дюжины, пока работал в private equity практике в McKinsey. Пример номер два. Капитальное строительство за рубежом на несколько миллиардов, да, вы не ослышались, миллиардов долларов. Отечественный подрядчик подготовил смету в несколько десятков тысяч строк. У заказчика возникли вопросы относительно стоимости материалов, работ и сроков, а также оптимальности определенных технических решений. Команда консультантов изучает структуру затрат и технические решения аналогичных проектов в других странах, изучает каждую позицию в смете с использованием местных цен страны строительства и находит, где подрядчик перезаложился на пару миллиардов рублей. Пример третий. Международная фармацевтическая компания решает изменить организационную структуру, чтобы удовлетворять новым требованиям законодательства, а также решить несколько внутриполитических проблем. Топ-менеджмент вместе с консультантами обсуждает возможные варианты, рассматривает все плюсы и минусы и на стратегической сессии с участием консультантов принимает решения. Польза от консультантов в данном случае – это экспертиза, посредничество и авторитетное внешнее мнение. Четвертый пример. Крупная добывающая компания ищет способы снизить издержки за счет применения цифровых технологий. Команда консультантов-дейта-сайентистов помогает выбрать пилот предиктивный ремонт оборудования платформы, а также разрабатывает необходимый софт, учит команду клиента пользоваться этим софтом, а потом помогает клиенту нанять своих специалистов по разработке и анализу данных уже для масштабирования этого пилота. Кому примеров не хватило, посмотрите ссылки в описании к видео. Там еще есть. Я бы выделил три группы причин найма управленческих консультантов. Это интеллектуальные причины, эмоциональные, так скажем, причины, и причины, связанные с отношениями. IQ, EQ и RQ на сленге западных корпораций. Первое. Интеллектуальные причины. IQ. Консалтинговые компании нанимают крутых специалистов и много им платят. Обычные компании таких сотрудников привлечь чаще всего не могут, а кому-то невыгодно держать сотрудников в штате, как, например, private equity фондом, с которым я работал. Кроме того, у топовых консалтинговых компаний есть эксперты практически из любой индустрии и, наверное, из любого региона. Чтобы этими экспертами воспользоваться, приходится нанимать консультантов. Эмоциональные причины. IQ. Быть топ-менеджером — это нервное дело. Куча ответственности, куча неопределенности. Иногда нужен кто-то, кто может спокойно, уверенно и профессионально оценить ситуацию и посоветует, как быть. Но и на кого можно повесить вину, если что-то пойдет не так. Вдобавок, консультанты могут выступать как внешние посредники и могут помочь решить какой-то внутренний конфликт в рядах топ-менеджмента. ARQ. Причины, связанные с отношениями. Крупные консалтеры обладают большим авторитетом и связями. Многие боссы компании, бизнесмены, политики и чиновники раньше были консультантами в одной из топовых компаний и охотно зовут к себе на проекты бывших коллег. А и вот еще вполне себе жизненный пример. Некоторые клиенты просят McKinsey, BCG и Bain подготовить презентации на своих фирменных бланках. То есть в бланках McKinsey, BCG, Bain, чтобы показать начальникам, либо, может быть, акционерам и придать себе вес. Где работают управленческие консультанты? Первой в голову приходит большая тройка. McKinsey, Bain, BCG. Это самые старые, самые престижные компании, олицетворяющие собой управленческий консалтинг. Все, кто интересуется консалтингом, мечтают туда попасть, а попадает лишь 2% соискателей. Кстати, кто хочет попасть в эти 2%, очень советую пройти наш бесплатный email-курс. В описании увидите ссылку. Далее идет второй эшелон. Такие компании, как Oliver Wyman, Roland Berger, Strategy End, Partners in Performance, Edie Carney и другие. Они моложе и значительно меньше большой тройки. Однако у них тоже бывают интересные проекты. Не такая конкурентная атмосфера и не такой жесткий, хотя и, наверное, не периодичный отбор. Далее идет большая четверка аудиторов. Enstant Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG. У них тоже есть консалтинговые подразделения. Они сильно менее престижные, в них сильно меньше платят, хотя работают столько же, сколько обычные консультанты, или, может быть, даже больше. Но в то же время, это отличная школа на пути к консалтингу в более солидных компаниях. Во всяком случае, из четверки шанс попасть в тройку значительно выше, чем без какого-то релевантного опыта. И, наконец, внутренний консалтинг корпораций, таких как Megafone, Сбербанк, ВТБ, Philips и других. Формат работы консалтинговый, но нет ряда минусов, о которых я расскажу чуть позже. Хотите узнать подробнее об этих четырех опциях? Посмотрите наши видео «Консалтинг плюс плюс», в которых я хожу в гости к менеджменту компании и расспрашиваю их о работе. Посмотрите своими глазами, кто и чем занимается, и решите, куда вам лучше идти. Есть три традиционных плюса работы в управленческом консалтинге. Первый – это быстрый и почти гарантированный карьерный рост. Второй – это высокие зарплаты. И подробнее о них вы можете посмотреть в отдельном видео. Ссылка будет в описании и сверху экрана. И третье – это возможность поработать в разных странах и даже иногда, хотя и не часто, переехать на запад на постоянное место жительства и работы. Лично я успел поработать в Британии, Германии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании, Польше, Украине, Японии, Сербии, ну и России, конечно. Работа в консалтинге не лишена, конечно, и минусов, из-за которых люди оттуда и уходят. Во-первых, это работа по 60-80 часов в неделю. Например, начинать работать в 9 утра, а заканчивать в 10 вечера и дорабатывать потом еще на выходных – это в порядке вещей. Второе – разбор вопросов по верхам. Поскольку проекты короткие и их очень много, знания консультанта разрастаются скорее вширь, чем вглубь. Причем на эту проблему жалуются не только аналитики, которые только пришли в компанию, но и менеджеры и даже партнеры. Третье – это отсутствие полномочий и ответственности за результат. Почти никогда в консалтинге не получается быть автором продукта или бизнес-направления от начала и до самого конца. Остались вопросы об управленческом консалтинге? Напишите в комментариях к этому видео. С радостью отвечу тут же или даже в отдельном видео. Если понравилось, поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста. Спасибо за просмотр и продолжим общение в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok